С тех пор музыка Владимира Высоцкого Я написал 200 песен, потом посмотрел, что в количестве очень много получается. И я сидел с удовольствием, сработал с песнями, я аккорды переписывал, иногда не получалось, иногда, ну и довел до конца это. ПЕСНЯ Николай Свинтицкий был знаком с Высоцким лично. Я знаю одну историю, которую я писал в своей книге Марина Владиев, в книге Владимира Высоцкого «Ли проявленный полет», о том, что когда они приехали в Тбилиси, великий режиссер Сергеевич Параджанов арендовал им квартиру. И когда они вошли в спальню, а это был медовый месяц, то пол был усеян ковром и свежие фрукты. Это возможно только в Тбилиси. Организовал вечер известный грузинский режиссер Роберт Стуруа. В нем приняли участие звезды грузинской эстрады. Люди, которые были знакомы с певцом лично и просто почитатели его творчества. Я хочу как-то очень скромно вспомнить этого человека, который был близок к миллионам. Я не ожидал, что это будет такой ажиотаж в Грузии. Я думаю, что многие поколения даже не знают его, не помнят. Но выяснилось, что все просят билеты, все хотят выступать на этом вечере. На сцене гитара самого Высоцкого, которая сегодня хранится в музее театра имени Шута Руставели. Многих с Владимиром Высоцким связывала многолетняя дружба. К примеру, вахтанг Кибидзе знал певца много лет. Говорит, Высоцкий не был обычным человеком. Его любили миллионы. И убедился в этом вахтанг Константинович лично. Правда, уже после смерти певца. Я был в городе Чебоксары с концертной бригадой. А там по городу был такой издан закон. Водку продавали с 9 до 12 часов дня. Потом прекращали продавать. Невозможно было достать ее. Тогда мы были молодые. У нас было дежурство назначено. Кто утром пойдет за водкой, чтобы вечером после концерта прийти посидеть. Была моя очередь. Я пошел в магазин. Ели успел уже. Они почти закривались. Иду с сумкой по коридору. В гостинице. И на меня двое парни идут маленького роста. Один случайно задел мою сумку. И это зазвинило. Бутылки зазвинили. Я говорю, это что водка? Я говорю, да... Черт, а мы опоздали. Говорит, продай нам водку. Я говорю, надо было в магазин. Треба еще встать и пойти. Я говорю, и купить. Мы, если поздно приходим. Я говорю, мы тоже артисты. Я говорю, если хватит, я говорю. После концерта приходите. Водим со. Назвал номер комнаты и вас идти. Я говорю, выпил. Когда мы из концерта вернулись, они уже стоят около двери. Двое. Зашли, сели, выпили. Ну, москвичи были. Потом один побежал, гитару принес из своего номера. И начал очень хриплым голосом петь. Сказал, что это мои песни. Я пишу стихи. Что-то такое. Ну, очень здорово было. Звали его Володя. Тогда Володя Висоцкого никто не знал. Второй был такой, сейчас уже известный режиссер, кинорежиссер Михаил Туманишвили. Они в театре работали. И всю неделю, пока мы там были, после каждого концерта сидели по вечерям. Мы с ним дружили аж сорок с лишним лет. Так что, я кроме хорошего ничего не могу сказать о нем. Это был необычный талантливый человек. Несмотря на то, что, в принципе, в массе считали, что он, в общем-то, его стихи и песни, они такого диссидентского направления. Все равно его так любили. И верхушка любила, и народ любил, и в кино снимали, и песни издавали. Потому что это был очень необычный талант. Вахтан Кикабидзе сожалеет, что сегодня мало кто слушает песни Высоцкого. Но этого по количеству людей, пришедших в театр, постоверее не скажешь. Высоцкий выдержал испытания временем. И это главное. София Габеля, Борис Манжуков, Илья Габичава и Ладо Бинашвили. Программа «Вместе. Грузия». С тобой чужой. 70-летие Владимира Высоцкого на нынешней неделе, кажется, отмечал весь бывший Советский Союз. Я люблю, а значит, я живу. Так назывался спектакль в Тбилисском театре имени Шатару Ставели, приуроченный к юбилею. Режиссером выступил Роберт Стура. Грузины гордятся, что именно в их стране Высоцкий провел медовый месяц с Мариной Владей. И здесь снимался один из первых фильмов с его участием в «Вертикаль». Вот с этой пластинки вошел Владимир Высоцкий в мою жизнь. Я был тогда маленьким. Не очень хорошо понимал, что тут появился. Но все-таки. А потом достал взрослым все. Я понял, что он был каким-то иноходцем. Он делал все не так, как сделали все. С тех пор музыка Владимира Высоцкого верна спутника, как Яга Чичелазы. В ней он видит отражение своей жизни. Недавно поклонник певца закончил работу над книгой. Буквально по аккордам разработал 101 песню Высоцкого. Говорит, работать было трудно. Ведь одну и ту же песню Владимир Высоцкий исполнял по-разному. Я написал 200 песен. Потом посмотрел, что в количестве очень много получается. И я сидел с удовольствием. Сработал с песнями. Я аккорд переписывал. Там иногда не получалось. Иногда. Ну и довел до конца это. ПЕСНЯ Николай Свентицкий был знаком с Высоцким лично. Я знаю одну историю, которую описал в своей книге Марина Влади. В книге Владимир Высоцкий. О том, что когда они приехали в Тбилиси, Великий Речесер Сергеевич Параджанов арендовал им квартиру. И когда они вошли в спальню, а это был медовый месяц, то пол был усеян ковром и свежие фрукты. Это возможно только в Тбилиси. Я хочу как-то очень скромно вспомнить этого человека, который был близок к миллионам людей. И я не ожидал, что это будет так важный этаж в Крузии. Я думаю, что многие поколения даже не знают его, не помнят. Но выяснилось, что все просят билеты, все хотят выступать на этом вечере. На сцене гитара самого Высоцкого, которая сегодня хранится в музее театра имени Шута Руставели. Многих с Владимиром Высоцким связывала многолетняя дружба. К примеру, Вахтан Кикабидзе знал певца много лет. Говорит, Высоцкий не был обычным человеком. Его любили миллионы. Я иду с сумкой по коридору, в госинице. И на меня двое парня идут маленького роста. Один случайно задел мою сумку, и это зазвинилось. Бутылки зазвинили. Я говорю, это что водка? Я говорю, да... Черт, а мы воздали. Говорит, продай нам водку. Я говорю, надо было в магазин. Надо еще встать и пойти, я говорю, и купить. Мы отчасти поздно приходим. Я говорю, мы тоже артисты, я говорю. Если хотите, я говорю, вот после концерта приходите, Вадим Шцов назвал номер комнаты и вас сидим, я говорю, выпьем. Когда мы с концерта вернулись, за ним уже стоят около двери. Двое. Зашли, сели, выпили. Ну, москвичи были. Потом Вадим побежал, гитару принес из своего номера. И начал очень хриплым голосом петь. Сказал, что это мои песни, я пишу стихи там, что-то такое. Ну, очень здорово было. Свали его, Володя. Тогда Володя Высоцкого никто не знал. Вахтан Кикабидзе сожалеет, что сегодня мало кто слушает песни Высоцкого. Но этого по количеству людей, пришедших в театр, пустовее не скажешь. Высоцкий выдержал испытания временем. И это главное. София Габелия, Борис Манжуков, Илья Габищава и Ладо Бинашвили. Программа «Вместе. Грузия». Максим Исаев – легендарный Штирлиц, несмотря на мифологизацию. Дальше. Редактор субтитров А.Семкин.